Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Вы на канале Таро Энджел Планет. У нас сегодня расклад на любовь, на отношения. Расклад называется «Мотивы отношений». Расклад для мужчин и для женщин. Пока рассказываю, о чем расклад, не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик поставить, чтобы не пропустить мои следующие расклады. Итак, если расклад для женщин, то он будет о том, вот, например, чем привлекла его я для мужчин, чем привлек. Итак, мы будем смотреть, чем привлек, привлекла, что он, она ждет от меня, как он, она меня воспринимает в целом, что он, она во мне ценит, о ценностях поговорим. Что он, она нашли во мне и не нашли в других, и в других, собственно, не будут искать. Что он, она думает о наших отношениях, что ему еще, ей еще от меня хотелось бы. Его, тире, ее цель в отношениях со мной. И итог, что вы получаете от этих отношений. Что я получу, да, от этих отношений. Итак, начнем. Итак, чем женщина привлекла мужчину и чем мужчину женщину привлекли. Так, смотрите, идет компромисс. Идет состояние нового доверия. Полюбили друг друга, скажем так, привлекли тем, что смогли от прошлого отказаться. От старого опыта, от старых стратегий. И смогли договориться. Привлекли тем, что все-таки любовь одна. Вот у орла две головы, а сердце одно. Пошли на компромисс ради друг друга. От старых стратегий отказались. И пошли навстречу, да, лучше отношения, чем вообще ничего. Чем такая, скажем, пустая жизнь. Дальше у нас идет, что он, она ждет от меня. Но тут, смотрите, если женщина сильная, то женщина ждет, чтобы мужчина был сильнее. Чтобы силы не мерились. Потому что женщина может быть сильнее. И наступать, скажем так, на самолюбие мужчины неосознанно. Ей нужен мужчина, который сильнее. Это вот она ждет. Что он от нее ждет? Чтобы она определенные требования выполняла. Как бы мечты его поддерживала. Как он, она воспринимает меня в целом? В принципе, воспринимает довольно радостно, благополучно. Идет навстречу. Она воспринимает очень хорошо. В доверии. Любящее состояние яркое, солнечное, открытое. То же самое и со стороны мужчины. Как он воспринимает, точно так же. И он, и она воспринимают отлично. Все понимают, что это идет сила притяжения, сила любви. В принципе, тут идет о том, что люди договорились сами с собой, что могут идти навстречу друг другу. Вот из-за этого компромисса из него все вышло. И они, наконец-то, пришли к совместному состоянию, когда идут навстречу друг другу. Женщина, да, тут более покладистая получается. И идет на компромисс. В большей степени силу любви проявляет. И для мужчины тут надо быть потерпеливее. Вот он, компромисс, который идет и который приводит к этому счастью, к этой радости. Идет состояние, что женщина будет просить, и ее запросы будут исполнены. И тогда для нее действительно мужчина покажется сильнее. Он будет сильным, так как исполняет ее запросы. Тогда ей не придется быть сильной. Что она во мне ценит? Смотрим. Ценит легкость. Ценит легкое отношение. Что, в принципе, за любой кипишу, кроме голодовки, можно это расценивать, как, с одной стороны, человек слишком легкий, но, с другой стороны, мы один раз живем, пусть лучше мы легко и счастливо это проживем. Ценит человек начало этих отношений. Ценит, что все сейчас легко и просто получается. Что, ну, тут прямо на седьмом небе, да, счастье можно быть. Может показаться, что человек обесценивает эти отношения, но в новом начале, в этой легкости есть свой ресурс, свой потенциал для того, чтобы любить, для того, чтобы легко все начинать, для того, чтобы отношения складывались благополучно. Эта легкость, она даст хороший зачин для отношений. И женщина, и мужчина очень легкие. За то, что женщине с мужчиной легко оценят, за то, что мужчине с женщиной легко можно куда угодно отправляться. Итак, что у нас идет дальше? Что он нашел, она нашла во мне, и не нашли в других? Любовь. Что в других и искать-то, собственно, не будете. Уже нашли любовь. Женщина уже нашла любовь. Кто-то вот наблюдает со стороны за вами. И мужчина нашел любовь. И в других уже это никто не ищет и не видит, потому что люди увидели эту любовь друг в друге. Может быть, вы не совсем подходящая пара, потому что все-таки наблюдают за вами, за вашими отношениями, но зато есть любовь. Действительно, тут лейтмотивом через весь расклад. Живем один раз. Пусть будет легко, радостно и по счастью. Не исключая, конечно, те самые компромиссы, которые идут в ваших отношениях. Но вот этот наблюдатель, он дает знать о себе, не забывать о чем-то важном. Ну, самое важное тут любовь. Самое важное это любить, быть вместе, радоваться жизни. И это радость жизни, это любовь, это и ценится, и это люди нашли друг в друге. И в других не ищут, и в других не нашли. Тут судьбоносные моменты. Далее смотрим, что он думает, что она думает о наших отношениях. Что она думает? Она думает, что все-таки она ведет за собой, что рано или поздно эта легкость пройдет, что надо будет идти на новый виток отношений, более серьезный. Хочет уже какой-то стабильности, думает, что эта дружба любовная такая должна во что-то более конкретное, стабильное перейти. Что она должна развиваться, эта любовь. И что если она пойдет, то мужчина должен быть ведомым и пойти за ней. Что он думает? Он думает, что действительно стоит пойти. Думает, что может быть, да, есть какие-то еще другие женщины. Но тут я как совет, скорее всего, да, мужчине следует пойти. Иначе он может потерять, да, утерять ниточку любви. И пойти в гармонию, в комфорт, создавать вместе с этой женщиной. Если она с собой поманит или будет фыркать, разворачиваться и убегать, то надо будет все-таки преклониться. Чего хочет женщина, того хочет Бог. И идти действительно за женщиной. Тогда все будет благополучно. Потому что если есть какие-то другие женщины, то это ни к чему хорошему может не привести. Что ему, что ей, от меня бы еще хотелось, смотрим. Ну, во-первых, вкладываться бы в отношения еще, да. Женщине хочется, чтобы мужчина был яркий, проявлялся, уделял внимание, вкладывался в отношения и морально, и физически, и материально. Хотелось бы женщине, что мужчине бы хотелось? Хотелось бы взаимообмен энергии, раз он вкладывается, то тогда вот, пожалуйста, напоить, накормить, и будет взаимообмен энергии. Поддержка должна быть. Женщина взращивает, вдохновляет, кормит своей энергией и любви мужчину. И мужчина должен вырасти. Растет мужчина морально и добивается чего-то, естественно. Все это для женщины, для отношений. Иначе просто так она тоже понимает, что любить бесполезно. Поэтому, чтобы было все с пользой и практично, и в то же время гармонично, то женщина хочет внимания, чтобы в нее вкладывались, и тогда она готова будет вкладываться, и мужчина вырастет. И это достаток будет для женщины. Действительно, мотивом всех отношений идет развитие отношений. Идет благоприятная, благополучная атмосфера, обстановка любви. Люди пошли на компромисс. Друг к другу раскрылись, открылись, несмотря на прошлое. И вкладываются друг в друга. Легко начинают отношения, и легко их развивают, легко продолжают. Выходят, выводят эти отношения на новый виток, на новый уровень, более серьезный, вкладываются и получают, естественно, обратную связь. Ты мне, я тебе, и все получается гармонично. Это для роста мужчины, для роста женщины в отношениях. Дальше мы смотрим его, ее цель в отношениях со мной. Его цель в отношениях с женщиной – это действительно развитие, это создание какого-либо комфорта дома, уже гармоничных отношений, что не надо никуда бежать, что и дома хорошо сидеть, и хорошо сидеться, и даже решать какие-то вопросы лучше из дома. Быть таким домохозяином, все в уюте, все теплее, все хорошо. Ножки теплее действительно мужчина развивается из рыцаря в короля, становится королем благодаря женщине. Женщина вкладывается в него, и растут отношения, и растет доход, и растет благополучие. Из рыцаря он превратился в мужчину короля, из рыцаря Пентакли в мужчину короля Пентакли. Вот этот рост, вот взаимосвязь этого развития. Женщина хочет, что она хочет, она хочет, чтобы он действительно так вырос, потому что это благополучно будет для нее в дальнейшем. Так как она сама не может развиваться в этом мире мужчин, как мужчина, то, естественно, легче вдохновить и сделать из рыцаря короля. И ей будет хорошо, и он будет король, и она будет обеспечена, и она будет счастлива. Итак, смотрим итог, что я получу от этих отношений. Тут идет хорошее предназнаменование. После всех прошлых ошибок, это, возможно, вот вы возрождаетесь из пепла и начинаете жить заново. Трубят трубы, вставай, начинай жить, новая жизнь. Будет и на вашей улице праздник. Итог отношений говорит о том, что наконец-то этот праздник и на вашей улице наступил. Пришло то время, когда пора уже жить дальше, любить друг друга, восстанавливать все отношения, восстанавливать любовь для своей жизни, любить друг друга. Ссоры, они будут нивелироваться, милые бронятся, только тешатся. Будет всегда примирение, будет всегда восстановление отношений. Правильное отношение друг к другу приводит к правильным результатам. Каждый должен выполнять свое предназначение. Жизнь, семья – это вот как наша программа, как наше предназначение, которое мы должны выполнить. Женщина выполняет свое предназначение. Мужчина свои. Вот у всех счастье и гармония наступает в гармонии, в гармоничном состоянии. Все должны быть с парой, все должны радоваться, ликовать от того, что все правильно. Благодаря этому правильному возрождается, восстанавливается жизнь, восстанавливаются традиции, восстанавливается состояние доверия к жизни, когда люди на этом доверии растут и развиваются. Ставь лайк, подписывайся. В комментариях пиши «принимаю с благодарностью». Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. На канале много всего интересного. Очень хороший расклад получился в этот раз. И я надеюсь, что действительно все будет хорошо. Благословляю вас для этих отношений и жду вас на личные расклады и консультации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...